Всем привет дорогие друзья, вы смотрите канал Чай на Гаджетс и сегодня компания Xiaomi представила миру парочку очередных довольно интересных новинок. Количество этих самых новинок в 2018 году уже просто не подается по счету. Некоторые модели просто-напросто начинают конкурировать уже внутри своей же линейки, но по всей видимости желание обогнать его в продажах тот же Huawei не покидает ум и руководство компании Xiaomi. А вот нам с этого в то же время вроде как и хорошо и нет. Так как запутаться в выборе оптимальной модели не составляет большого труда. Ну да ладно, сегодня я максимально кратко и информативно постараюсь рассказать вам о новом бюджетном флагмане Xiaomi Redmi 6 Pro и долгожданном Mi Pad 4 поколения. Xiaomi Redmi 6 Pro получил процессор руководством Snapdragon 625. По сути это морально и физически устаревший чипсет, однако за счет своей вполне вменяемой производительности, а также адекватного энергопотребления камень остается востребованным и по сей день. Да и запасы его по всей видимости в компании Xiaomi не иссякнут никогда, так почему бы не поставить его в очередную новинку? Так что забегая наперед, ожидать отличной игровой производительности от Xiaomi Redmi 6 Pro не стоит. А вот в повседневных задачах смартфон будет вести себя прекрасно. Спереди у девайса красуется IPS PNF с диагональю 5,84 дюйма, соотношение сторон 19 к 9 и разрешение 2280 на 1080 точек. Ну и разумеется монобровь. Если в Mi 8 она оправдана инфракрасным датчиком, то тут она носит больше декоративный характер. Смотрится конечно спорно, да и матрица тут IPS, а значит скрытие как в случае с Mi 8 уже будет проблематично. Камеры у новинки точно такие же как в Redmi S2 и Note 5, и для своего ценника более чем зайдёт. Особых претензий нет, плюс ещё и Xiaomi искусственный интеллект засветился, так что в этом пункте всё ок. Но вот отличилась фронталочка, она у нас всего на 5 мегапикселей, а вот в старших Redmi уже давно за 13 и выше. Присутствует разблокировка по лицу, и вот тут пятёрка может уже спасать, так что по фронталке вообще печаль. Обязательно в скором времени запилю обзор и расскажу что да как. Зато смартфон порадовал ёмкой аккумуляторной батареей в 4000 мАч, как в старые добрые времена. Так что ждём автономности примерно на уровне того же Xiaomi Redmi Note 4, что также можно занести в копилку плюсов. Смартфон из коробки должен идти сразу на Android Oreo и MIUI 10. Redmi 6 Pro будет поставляться в 5 цветах, это золото, розовый, голубовато-бирюзовый, красный и чёрный. Что же касается ценников, то тут нас тоже особо ничем не удивили. На старте продаж, который запланирован уже на 26 июня, версия с 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтным накопителем обойдётся в 155 баксов. За версию с 4 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтным накопителем мы отдадим уже 185 долларов, а максимальная версия 4.64 гигабайта обойдётся в 200 баксов. Что ж, модель, как на мой взгляд, получилась достаточно спорной. Сзади смартфон похож буквально на все последние смартфоны от компании Xiaomi, которые уже в свою очередь черпали вдохновение, сами знаете где. А спереди эта монобровь в споре стал стенным подбородком снизу и не самыми тонкими рамками по краям, ну, такое. Ну и следующий девайс это Mi Pad 4. Планшет вобрал в себя в меру мощное железо, большой экран в духе последних тенденций и очень низкий ценник. И вот Mi Pad получился действительно интересным. Хотя планшет с диагональю 8 дюймов, соотношением сторон 16 к 10 и разрешением 1920 на 1200 точек, это уже больше смартфон, чем планшет. На подходе Mi Max 3, который получит дисплей с диагональю 7 дюймов и кому тогда нужен будет этот малыш Mi Pad. Вот дали бы минимум десяточку и было бы вкусно. Итак, девайс получил процессор Snapdragon 660, для игр, как по мне, самое то, PUBG на средне-высоких будет просто летать. За графику отвечает Adreno 512, оперативная память в зависимости от версии, либо 3, либо 4 гигабайта. Накопитель также в зависимости от версии, либо на 32, либо на 64 гигабайта. За основную камеру отвечает модуль на 13 мегапиксель с апертурой f2.0, за фронтальную всё тот же модуль на 5 мегапикселей с возможностью разблокировки по лицу. К сожалению, но сканер отпечатков пальцев так и не завезли. Объём аккумуляторной батареи составляет 6000 мАч. Что же касается ценников, то я был, мягко говоря, приятно удивлён. За версию на 3.32 просят всего 169 долларов, за версию 4.64 гигабайта 215, а за максимальную версию 6.64, но уже с LTE и геолокацией 230 баксов. И лично представленный Mi Pad 4 поколение мне понравился куда больше, чем тот же Redmi 6 Pro. Ну а вы не забудьте поделиться своим личным мнением в комментариях под этим видео. С радостью побеседуем и обсудим каждую из представленных новинок. Ну а у меня всё. Если это видео было вам полезно, не забудьте поддержать меня и канал своими царскими лайками. Ну и разумеется, подписываемся на канал, впереди ещё много интересного. Также рекомендую вам пользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops. Сервис предоставляет возможности реально сэкономить при покупке в китайских интернет-магазинах. Я им сам пользуюсь, а следовательно могу рекомендовать и вам. Все необходимые ссылки есть, разумеется, в описании под этим роликом. Ещё раз, ребят, всем огромнейшее спасибо за внимание и поддержку. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok